Сейчас у нас, как и обещал, в гости приходит Саша Шпак. Он сейчас появляется, если вы видите, в левой части экрана. Он уже находится в Америке. И он, участник нашего бедуинс-кемпа на Бернгмене, приедет, соответственно, будет участвовать в Неваде в нашем фестивале. Я тебя приветствую, Саша. Марк, искренне рад тебя приветствовать. Приветствую всех подписчиков Марка. Конечно, модераторов, на которые скидывается огромный груз ответственности, потому что есть ребята с хорошими вопросами. Так, собственно говоря, и некая деградирующая часть общества, которая пытается писать о том, что Марк работает на ФСБ. Все сделано для того, чтобы выявить последних отщипенцев и последних лидеров и тому подобное. На самом деле, хочу вам заявить следующее, ребята. Никто, наверное, не внес такой вклад сегодня в поддержку Украины, как Марк. Я имею в виду из блогеров. Информационная война с самых первых дней войны была выиграна именно благодаря трансляции Марка. Марка я лично тогда не знал. Я знал его как адвоката Пуссера. И первые моменты, которые происходили, все держали нас в шоке. И мы помним огромное количество просмотров. То есть ни у кого, за исключением, наверное, детских мультиков, не было такого огромного количества просмотров, более 600 тысяч онлайна на политические темы. Оказалось, что политическая тема крайне важна. И самое главное, что услышали не только обычные люди, такие, как мы с вами, но услышали это политики, увидели это телевизионные каналы, увидели это другие блогеры. И это стало большой шумихой. Вокруг этого закрутилось практически все. Информационная война была выиграна в первые три месяца войны. Но это не значит, что она закончилась. Война, к сожалению, продолжается. По окончании горячей фазы будет холодно. И я крайне рад, что этот кэмп, где я наконец-то смогу познакомиться с остальными друзьями Марка, с некоторыми уже познакомился, будет крайне интересен. Я, со своей стороны, тоже постараюсь сделать все возможное для освещения. К сожалению, мой YouTube-канал был удален в день моего отъезда в Америку. И сегодня я на новом канале. Поэтому, ребятки, если кто потерял, то ищите меня здесь. А я думаю, что на кэмпе будет крайне много всего интересного. Марк, что будет еще? И у меня основной вопрос, знаешь, какой? О безопасности. Кто будет защищать безопасность? Потому что я более чем уверен, что будут провокации стараться кто-то провести. Потому что без этого не обойдется. Потому что это нанесет такую шумиху, такой будет резонанс огромный, как и в инфополе, так и в реальном поле, что кто-то захочет сделать что-то нехорошее. Нет, у нас, безусловно, с американской стороной это все согласовано. Там для этого есть правоохранительные органы. Они будут в нашем лагере находиться. Они будут сопровождать наши мероприятия. Естественно, любая попытка что-то там сделать, она будет пресечена. Этих людей, безусловно, задержат, посадят, так сказать. Не говоря уже о том, что они очень сильно рискуют. Если кто-то попытается что-то сделать, то есть он может нарваться даже и на... Там оружие разрешено только шерифу и его сотрудникам. Ну, то есть могут нарваться на очень большие неприятности. Это Америка. Это Америка. Это Америка. Там не шутят. Там, если ты даже сказал, я тебя убью, там застрелят на раз. Поэтому любой, кто попытается нагадить или что-то сделать, там рискует уже жизнью, понимаете, а не то, что... Это не в Европе. В Европе тут еще цацкаются, а там нет. Поэтому мы этим заняты. Это будет очень серьезный вопрос. Там будет и частная охрана, и будут официальные лица, вооруженные охраны. Поэтому, конечно, мы об этом озаботимся, мы не пожалеем денег, и это будет обеспечено однозначно. Так что с этой точки зрения мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы ничего подобного не произошло. Вот смотри, Саш, я хотел... Вот вводная часть, не знаю, слышал ты или нет, я вот хотел сказать, что идея этого лагеря, она состоит именно в том, чтобы мы показали, какой бывает свободы. Вот ты понимаешь, люди в России, вот сейчас они где-нибудь на патриках, ну, на патриарших прудах бродят, да, и им кажется, что вот они в каком-то микромире, он повторяет, кстати, западный мир, там, я не знаю, американский или европейский, любую столицу, что они живут вот в отрыве от войны, их ничего не интересует, они также точно знакомятся, занимаются любовью, там, не знаю, занимаются своими делами, и им кажется, у них есть иллюзия, что они свободны, понимаешь? Хотя на самом деле это не так, дело не только в политических репрессиях, или там во власти, которая давит все, да, сейчас они уже там заявили о том, что собираются вводить законы против child-free и так далее, я не представляю, как это возможно, но в России возможно... Права эмбрионов, права эмбрионов. Права эмбрионов, еще что-то такое невероятное совершенно. И вот мы говорим о том, что на самом деле свобода, она такая, какая вот она в частности, бывает на таких фестивалях Burning Man, где кто-то, значит, шарахается от этого, кто-то упивается этим, но это способ показать, какой может быть свободная жизнь, где нет никаких государственных присутствий, там нет государства, есть свободное сообщество людей, которые могут себе позволить все, что они захотят, ну, в рамках, понятно, приличия и законов и так далее, но над ними никто не сидит, над ними никто не пишет законов о том, что им можно или нельзя. Вот если мы сумеем довести эту мысль до тех людей, которые внутри России, то мне кажется, что это, ну, какой-то часть, понятно, может быть маленькой, но они поймут, что как они живут, так жить нельзя. Вот я о чем. Как ты думаешь? Я думаю, что часть, правда, есть, но в основном утопичная. Я разделил российское общество на четыре уровня. Первая часть – это абсолютное большинство, абсолютно большинство людей, которые больше похожи на баранов, которые абсолютно... о поклонной судьбе, которые приняли рабство, которые живут в этом рабстве и живут в этом страхе, для них это стало нормой. При всем при этом единственное у них отдушина – это то, что им сегодня разрешили блеять. И они продолжают дальше блеять и делают это очень активно, и в этом выявляется все их величие – в нищете, в убожестве и отсутствии чего-либо похожего на нормальную жизнь. Хорошей жизни они и не могут получить, и здесь я опять вынужден привести пример, и ни в коем случае не обижаю людей, которые небогаты, но при всем при этом морально и духовно развиты. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, человек, который не пил прекрасное вино Ротшильда за 5-6 тысяч евро, или человек, который не жил в хорошем пятизвездочном отеле, или человек, который не носил прекрасный английский костюм или прекрасную итальянскую обувь, он не знает, каким на самом деле должно быть качество и уровень жизни. И в этом, конечно, проблема России, потому что все хорошее было вырезано в 1917 году, дорезано в 1937-1939, уничтожено Второй мировой войной, потом следующими репрессиями, но дальше можно продолжать все и так грамотные. Это первая часть общества, на которую не повлияет абсолютно ничего. Есть вторая часть общества, несколько такая сегодня маргинальная, это общество наркоманов, ублюдков, головорезов, которых сегодня сделали новыми героями. Им рассказали, что они будут участвовать в управлении страны, и тут они совсем зазвездились. Хотя мы прекрасно все видим детей Фродкова, Матвиенко, Силанова, Кирилли. Они, извини, Саша, они многие ездят на Бернет-Мэн, чтобы все понимали. Они на Бернет-Мэн ездят, понимаешь? Ну, вот мы, допустим, недавно слышали заявление сына Морозова, это депутат от... Ну да. ...радио России, который сообщил о том, что он больше не может слушать бред про нацистов, не может больше слушать бред бандеровских нацистов и украинцев, и он не может больше жить в России. Он исключение, он исключение, он исправил. Да, ну это, собственно, еще одна часть общества, но нужно понять, что они здесь в этом плане всего лишь отработаны материалом. То есть, разумеется, управлять будет феодаленна система следующего поколения тех коммунистов, которые надели малиновые пиджаки и, собственно говоря, отринули их в последнюю человечность. И, в принципе, так. И есть третья прослойка общества, почему я скажу, что частично я согласен с тобой, это как раз часть моих, наверное, бывших друзей, которые продолжают жить как на Рублевке, так и где-то в Петербурге, у которых все еще идет бизнес, все еще их не прижали, как Ивлеву, Гусейна-Гусейнова и остальных, и они прекрасно понимают, что они не могут больше быть свободны. Да, еще у них есть доступ к какой-то лекарствам, вроде как бы есть еще доступ к какому-то сервису и какому-то квалити-качеству в ресторанах и в одежде, которая стала дороже, но, по большому счету, они тоже живут в страхе, потому что, во-первых, страшно, что завтра все отнимут. Во-вторых, в Раши сегодня нельзя продать то, что ты хочешь, особенно если у тебя этого много, потому что ты сразу вызовешь подозрение, и тут сразу налоговая тебя прихватит на то самое причинное место. И у них, конечно же, вот на них это может сильно повлиять, потому что они сегодня, как вот описывают некоторые мои друзья, вот когда люди уезжают в Черногорию, или даже в Турцию, или еще куда-нибудь, живут там уже полгода не в России, то даже среднестатистический человек начинает понимать, что с Россией что-то прям совсем не так, потому что даже в этих странах чувствуется свобода. В Америке живут совсем иной уровень, это совсем иной уровень. Здесь люди ходят, как они хотят, куда они хотят, и делают то, что они хотят. При этом живут абсолютно достойно, и это, конечно, очень сильно повлияет, особенно, если это не разовая трансляция, не коротенький ролик, не один день, а когда это будет, кстати, сколько у нас будет продолжаться мероприятия? Семь дней. Семь дней и семь ночей, ребята, вы сможете смотреть о нормальной жизни, и не о избранной жизни каких-то богатых золотой молодежи, хотя там приедет очень много известных людей, вы сможете видеть нормальную жизнь нормальных людей, живущих в нормальной стране, и как она выглядит. Свобода слова, что ты хочешь сказать, что ты хочешь сделать, и тому подобное. Это крайне важно, но я уверен, что этот резонанс, наверное, будет вызван все-таки не свободой, а людьми, которые туда приедут, и это будет опять, наверное, огромный поток информации от людей значимых, социально значимых, потому что, ну что сегодня? Ну скажет какой-то Иван или какой-то Сережа, какую-то историю, это ни для кого, для русских не будет иметь большого значения. Но когда приходит какая-то значимая персона, которая, по мнению российской прессы, уже давным-давно тут себя не нашла, предатель-коллаборант русофоб, который пытается мыкаться на копейки, и на самом деле все это не так, я думаю, для них это будет большая интересная история, потому что они остались в первую очередь в России, только из-за страха и денег, потому что они побоялись, что в другой стране они места не найдут, они побоялись, что их известность, такие как у Паши Воли, да, и у других ребят, которые Гагарри, Ромов, у них не получится найти себя в другом месте, у них не получится, как у Джигурды, все-таки создать какую-то историю, у них получится просто взять и пропасть, именно так они подумали, что да, деньги, конечно, хорошо, но у нас там не будет ни денег, ни славы, а может так привыкли купаться в роскоши и деньгах, совесть была продана за деньги и комфорт, так вот сегодня будет, когда в августе, в конце августа будет событие, которое покажет, что совесть и достоинство купить нельзя, а вот деньги и создать новый уровень точно можно, если смог один раз, сделаешь и второй, тяжело, страшно, точно очень некомфортно вылезать из зоны комфорта, но уж точно можно это сделать, так что так. Ну да, я вот, кстати, хотел подхватить это, вот смотри, вот удивительное дело, все-таки самые значимые лица в русской культуре, я имею в популярной культуре, там начинают Пугачева или там Акунина в литературе или других, или Гребенщикова в «Рухмузыке» и Макаревич, они же уехали, они покинули, они трезвы, ясны, ну, со своими убеждениями, безусловно, это люди убежденные, они посчитали, зачем им в этом во всем мараться, кому будет нужно их творчество, случись, если это все сбрыкнет, все вернется, а такое бывало в русской истории, даже за 20-й век переворачивалось, и как бы те люди, которые вот остались и пляшут под эту кремлевскую дудку, значит, на Донбассе или в других местах, им нечего будет сказать, то есть они будут обнулены хотя бы уже самим фактом того, что они пошли на этот моральный компромисс, они не могут, давайте, вы можете сколько угодно ненавидеть Пугачеву, да, и говорить, что она там бездарная или там не то, она всегда паразитировала на популярную, но она-то, помимо того, что она была эстрадной певицей номер один, потому что ее там любили, кто как не относится к музыке такого типа, да, но она и морально себя повела так, что она не поддержала его дерьма, взяла, уехала, так что вы ей можете предъявить в принципе, а она оказалась выше вас, лучше вас оказалась, она последнее кинула, значит, благополучие свое, а женщина на восьмом десятке могла бы этого не делать, вполне сказать, слушайте, я старая, отвалите все от меня, я вот осталась, ей просто ничего не хочу, нет, она совершила шаг, ну, вместе с своим мужем, детьми и так далее, то есть я на ее примере просто говорю о том, что лучшие-то как раз поступили лучше, то есть они поступили правильно, вот в чем все делается, в разных средах абсолютно, мы сейчас говорим не об общественно значимых деятелях, они не политики, они просто нормальные люди, и они повели себя правильно, они посчитали, что мазаться в этом дерьмеце лучше не стоит, вот что я хочу сказать. Ну, на самом деле война разделила все явно на два лагеря, до войны, знаешь, как-то было все непонятно, там Португалия не сильно отличалась от Испании, Италия от Испании тоже не сильно отличалась, вроде все ходили одинаково, непонятно, кто белый, кто черный, непонятно, где демократы, где республиканцы, где коммунисты, где единороссы, а здесь война определила все, среди наших друзей, к сожалению, среди наших родственников, среди наших подписчиков, я могу сказать, что на самом деле только сильный человек может совершить сильный шаг, потому что все остальные оказались просто конъюнктурщиками. Слова Луалиты о свободе или слова Кипелова о том, что свободен слово на ветер в небесах, все эти люди оказались, ну, вот они оказались конъюнктурщиками. Вот это попса, дешевая, причем попса. Такой человек, как Лея Хиджакова, да, маленькая, но очень сильная женщина, Алла Борисовна Пугачева, у которой в России было все, не просто нафиг все, но она миллиардерша, да, то есть нужно признать, что это человек, у которого десятки сотни миллионов долларов. Мы не считаем чужие деньги, но этот человек, у которого было все, ее бы никто ни за что бы не осудил, потому что вряд ли кто-нибудь вообще в трезвом уме и памяти может представить, что Алла Борисовна поехала бы в Донбасс поддержать ту пургу, которая происходит. Кто туда поехал? Туда поехала либо старая, на Сталиновая гвардия, которых они подтянули, Харатьяна, Дюжева, Боярского, нафиг никому уже давно не нужных, либо молодая вот эта вот шваль типа шамана и остальных, которые по большому счету конъюнктурщики, их пригрели, и они понимают, что если не эта пригретость, то цена их ноль. То есть их приезд в Америку, это в смысле нафиг не нужно. Их приезд в Англию, или в Германию, или в Британию, это тоже ноль. По большому счету у них, они сделали определенный выбор. Они сделали определенный выбор, что они решили посчитать деньги сегодня здесь и сейчас. Это бездарность. Это не просто бездарность, если мы говорим об актерах, а куда делись кидеры мнения. Посмотри, Артур Пирожков, да? Саша, он же уехал на год в Испанию, где прекрасно жил недалеко от Исинбаевой, а потом приехал обратно и сообщил, что на самом деле он никуда не уезжал, потому что получил хороший контракт. Светлаков, который играл Дулина, тоже приехал практически с самого начала конфликта, как и Ваня Ургант, но решил вернуться обратно, потому что ему прям дали большой продюсерский пост, и практически он сегодня продюсирует прямо монопольно на ТНТ. Это большие, огромные деньги. То есть он просто продали за деньги. Ребятки, это факты. И когда вот опять же я хочу вернуться к началу, потому что я с самого начала на твоем стриме, о том, что Марк, агент ФСБ, собирает информацию, сука, ладно, я постараюсь культурно. Вы, конечно, ребята, кто вот это все пишете, я сегодня выставил у себя в инсте вьетнамскую бутаферму. Вот это и есть ваш успех. Это ваши гусейные гусейные вы, это ваши ивлевы, это ваша Бузова, это ваша Бородина, это ваши джиганчики Тимати и остальные. Куда вы делись, лидеры мнения? Лидеры мнения все пропали, больше лидеров нету. Вы засунули свой язык туда же, откуда он, собственно говоря, и зарастет, судя по произносит всему оттуда. И дальше никуда не двигайтесь. Вас, как будто фирма накручивает просмотры, лайки и все остальное. Реальная популярность, она смотрится не на этом. Реальная популярность смотрится на другом. Но оказалось, что они и на это оказались неспособны. Поэтому я еще раз про то, что, ребятки, будет очень интересное событие, и я очень сильно уверен, что вы будете все их наблюдать, потому что я думаю, что ряд значимых людей, которые приедут, постараются тоже сделать максимальный охват. И еще раз тоже попрошу всех, ребят, многие на самом деле забыли о том, что ваша поддержка, она не финансовая, ваша поддержка, она в лайках, в комментариях, в тбилиссо-трансляции, в соцсетях. Потому что соцсетия – штука большая. Вот я, допустим, поставил в соцсетях буквально полчаса назад о том, что у нас будет стрим с Марком уже прямо на этот эфир. И переходов оттуда около полутора тысяч есть. То есть тысяча-полторы тысяч человек – это реальная история. От вас, от каждого, если придет по 10-15 человек, это тоже будет реальная история, потому что нас миллионы. Еще раз, вот тоже буквально минутку эфирного времени. Вы понимаете, что плохие люди, хейтеры, они объединились сразу. Они объединились по факту убожества, фас. Они налетели, как мухи. И это самая большая проблема. Хорошие люди не объединяются, потому что они либо довольны контентом, либо у них есть свое мнение, и своя семья, свои друзья. Они не сильно пытаются находиться в соцсетях. Но сегодня случилась страшная трагедия, которую мы пытались избежать. Нас все учили в детстве, что нет ничего хуже, чем войны. К сожалению, война уже идет. И уйти от нее у нас не получится. Не спрятаться, не закрыться, не уехать, где бы мы ни находились. Но получится ее все-таки победить. И победить ее получится вместе. Поэтому просьба всем, кто сегодня находится на эфире, а на эфире у нас 14 тысяч личный человек, поделиться трансляциями, даже, может быть, не сейчас, а после эфира. Пускай эфир разлетается, и это будет тоже очень приятно. И, возможно, те люди, которые сегодня находятся в Америке, либо свободные, могут приехать в Америку, а сегодня с псинным паспортом из России это трудно сделать, тоже приедете и сможете поддержать нас. Ну что же, мы, конечно, дадим в описании к этому видео ссылку на YouTube-канал Саши Шпака. Пожалуйста, подписывайтесь. Я призываю всех зрителей сегодняшнего эфира и тех, кто подписан на меня, подписан на Сашу Шпака, потому что вот у него такое случилось, что, видимо, из-за жалки, не знаю из-за чего, у Саши забадили канал, он заново, так сказать, набирает аудиторию. Поэтому все очень просто. Пройдите по ссылке, подпишитесь, смотрите эфиры там. Мы надеемся, что ты приедешь и будешь тоже вести эфир. Мы все будем вести эфир. Там будут и, открою секреты, и Панин, и многие другие, те, кто приходят в Калифорнии, они все примут участие в нашем лагере, в Берлингмен. И, безусловно, это будет масса стримов оттуда, от разных совершенно звезд. Я не буду раскрывать секрет. Мы договорились с некоторыми известными музыкантами российскими, которые тоже будут выступать. Некоторые украинские музыканты будут в какие-то из них выступать своими концертами в нашем лагере. Так что следите за этим, за всем. Обращайтесь к нашим организаторам, модераторам, которые на сайте Be Doing So Freedom, тоже ссылка в описании, можно в контактной форме написать, узнать, поинтересоваться. Саша, спасибо огромное. Я продолжу отвечать на вопросы. Будем на связи. Спасибо тебе. Да, спасибо, Саша. До встречи. Пока-пока, Марк. Пока всем. Ну вот, мы, значит, сейчас находимся в эфире уже 35 минут, почти 36 минут. Как я и обещал, у нас 14,5 тысяч зрителей нас смотрят, 6,5 тысяч поставили свои лайки. И я, давайте, вторую часть посвящу ответам на ваши вопросы, на разные, какие вы считаете нужным задать. Я постараюсь очень компактно отвечать на ваши вопросы. Если вы задаете мне вопрос, пожалуйста, его помечайте. Чат работает так, что он проворачивает ленту, и я некоторые выше написанные вопросы уже не вижу, к сожалению. Поэтому не поленитесь, напишите вопрос еще раз. Я постараюсь очень быстро отвечать на все ваши вопросы. Ну, какие, как бы, увижу, соответственно, у вас. Вопрос от Весна. Такой ник Марку. Как вы видите переговоры Украины-России? Говорят, что в этом году война закончится. Уважаемая Весна или уважаемый Весна? Ну, я не знаю, такой ник. Извините, если я не так его произнес. Уважаемый Весна или вы там какой пол у автора. Я думаю, что в этом году переговоры не начнутся. Пока я не вижу для них предпосылок. Потому что стороны и посредники, которые предпринимают усилия для начала таких переговоров, не могут договориться в главном. А по какому принципу эти переговоры будут строиться? Как я уже много раз объяснял и говорил в своих эфирах, я считаю, что пока не будет ясно обозначено, на какой платформе, международное ли это право, право силы, война, продолжение ее, сила союзников Украины, в целом Запада, экономическо-индустриальная, военная, не будут выбраны в качестве основы для продолжения переговорного процесса, они не имеют переговора успеха. Москва заходит в эти переговоры с требованиями ультимативными, дать ей ее, положенной ей, вопреки международному праву, международной безопасности, соглашениям, договорам, игнорируя это все, просто передать ей земли и передать суверенитет Украины под ее контроль. Потому что если Москва требует, чтобы Украина оказалась неблоковой, то это, извините, ограничение суверенитета, которое является фактически умолением независимости Украины как суверенного государства. В условиях после войны это недопустимые требования, потому что война, за нее заплачена уже высокая цена, за членство в НАТО, в ЕС, в западном самоопределении Украины заплачена уже высокая цена жизнями людей. Не просто вот как это было в течение 30 лет независимости Украины, ну давайте не будем злить Москву и так далее. Нет, Москва уже все, что хотелось, сделала. Она перебила массу народа, и как заплатить ей в виде неблокового статуса, я не очень понимаю, как общественное мнение в Украине с этим может согласиться. Что касается потери территорий, вот, части территории оккупированы, но как можно разговаривать на предмет требований в качестве предварительного условия, который Москва выставляет, последнее, в канун швейцарского саммита, Путинам о том, что, значит, ему должны быть переданы до административных границ четыре области, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсовская. Погодите, это только предварительные условия, а дальнейшие условия в ходе самих переговоров, это что будет? А дать мне еще Харьковскую область? Отдайте Сумскую, отдайте Черниговскую или что? Какие еще будут требования? Так что, в общем и целом, я для переговоров предпосылок за оставшиеся там шесть месяцев этого года возможностей не вижу. Тем более, что они очень подвязаны к ноябрьским выборам в США. Вот, и в зависимости от их исхода будет этот процесс либо ускоряться, либо замедляться, либо инверсия его какая-то произойдет, я не знаю. Поэтому пока предпосылок я не вижу, разговоров много и пока практического реализации путей я не усматриваю. Давайте пойдем дальше. Надя Д. Вот такой ник, ну Надя, видимо, зовут. Вопрос Марку. Почему в Большой Америке не нашлось нормального кандидата в президенты, особенно в момент, когда идет война в Европе? Знаете, Надя, я свой предложу для этого такой вариант. Вы знаете, вот последние все годы какого-то новаторского, креативного молодого кандидата нет ни с одной, ни с другой стороны, ни с республиканской, ни с демократической. А кого вы можете назвать? Я, кстати, в свое время, когда появился военнослужащий, вот такой бывший офицер, такой маршпопехотинец, кейзингер, большие ставки на него делали, что он, ну, большая надежда, вот интересный кандидат. А вот он конгрессмен и так далее. Масса было и других молодых таких же кандидатов, на которых вроде как со старта были ставки. Этого не произошло. Но почему этого еще не произошло? А потому что Америка подошла не просто к выбору какого-то нового кандидата, более молодого, более интересного, прогрессивного, так сказать, искрометного. В свое время Обама таким надеждой связывались. Я, кстати, не являюсь большим поклонником Обамы. Я считаю, при всех положительных вещах, которые для американцев как избирателей были сделаны Обамой внутри страны, с точки зрения внешней политики, Обама, конечно, очень много наделал дел. Прямо скажем, негодных, которые привели, кстати, и к войне в Украине в частности. Та неспешная, та осторожная реакция в 2014 году на действия Москвы привели к большой войне в 2022 году, чтобы все это понимали. Но, тем не менее, даже таких кандидатов, там, за 40, под 50-х, их даже не появилось, если вы заметили. А почему, еще раз повторяю, сейчас борются две концепции, как будет развиваться Соединенные Штаты Америки. Либо это будет изоляционистко-консервативное, но традиционное развитие Соединенных Штатов, каким оно было все десятилетия до этого. И в этом есть тоже свои интересные преимущества. И есть свои плюсы, безусловно. То, что олицетворяет республиканцы. Баланс этот часто помогал тому, что Америка сохраняла свое доминирование. Либо это будет некое прогрессивское, либеральное, часто леволиберальное начало со всеми теми идеями 21 века, которые будут окончательно реализованы. Неважно, касающиеся пола, касающиеся роли государства, касающиеся международной роли Соединенных Штатов, являются ли они по отношению к другим странам-жандармам, поддерживая мир и порядок, околотышные, если хотите, отказ от этой роли. Глобальная политика, сосредоточенная на разоружении, глобальных проектах по декарбонизации и всего на другом, это олицетворяет демократы во многом. Опять же, я широкими мазками рисую эту картину. И тогда неважно, кто кандидаты, Трамп или Байден. Неважно, это мог быть Вася Пряник или Джон Молотилкин. Понимаете, это не имеет значения. Важно, какая концепция победит, куда пойдет Америка. И тогда даже старик Байден может выиграть. Хотя он на сегодняшних дебатах, вот 27-го, которые прошли июня, показался абсолютно старым, беспомощным таким, в общем, политиком. Потому что он просто стар. Он не может исполнять своих обязанностей. Но он может победить. Знаете почему? Потому что за него будут голосовать даже как за еле волочащий в деменции труп. Потому что, ну, как бы борются две концепции. Голосовать за Байдена, это не просто за кандидата Байдена. Вот чтобы все поняли, почему результаты опроса после дебатов показали там соотношение 67, по-моему, на 33, что ли. Я боюсь соврать, или 65 на 35. Но неважно. Это неважно, это мелкие цифры. А соотношение между сторонниками того и другого кандидатов показали нормальное соотношение близко там 45 на 43, 50 на 50. Ну, неважно. То есть они остаются теми же. Почему? Потому что борются две концепции. Не просто хороший кандидат и более лучший кандидат, или более худший кандидат, более молодой или более старый. Понятно, что Трамп выглядит лучше. Но если эти две концепции противоборствуют, то голосование за одного из кандидатов означает выбор этого направления, магистральное направление пути Америки. Вот это вот многие не могут понять, особенно сторонники Трампа, которые там заполошно кричат о его однозначной победе. Да, конечно, он лучше выглядит. Да, конечно, у него, наверное, он более подходящий кандидат для значительной части американского общества. Все понятно, все хорошо. Но противоборствуют концепции, а не просто кандидат, хороший или плохой. Прямолинейный, резкий, криминальный Трамп и, так сказать, отсталый, закосневелый, но, тем не менее, сохраняющий большую прогрессивную команду Байдера. Дело не в кандидате. Дело в этих двух направлениях политики. И в данном случае тогда кандидаты вторичны. Вот причина того, что кандидатов более лучших не нашли. Понимаете? Одному повезло, потому что он эксцентричный, как Трамп. И он забил всех конкурентов. А, с другой стороны, Байден, который является неким результирующей семьей Клинтона, Обамы и демократического эстеблишмента. Понимаете? Вот люди, которые этого не понимают, начинают орать, там, сказать, вот все за Байдена или все за Трампа. А вопрос, в общем, в конечном итоге, как выяснилось, вот не в них. А иначе где такое видно было? Сколько раз такое в американской истории было? Буквально единицы. Когда уже побывавший президентом и проигравший выборы кандидат снова возвращается, совершает такой камбэк, да еще и такой перспективный с возможностью возвращения в овальный кабинет. Просто потому, что с ним связывают надежды на определенный ход развития огромной этой страны, главной страны на планете. Понимаете? Поэтому, на самом деле, в этой ситуации кандидат более лучший найденный не мог быть другим с точки зрения олицетворения того или иного направления политики. Понимаете? Не мог быть другим. Потому что, ну, кто бы ни стал, все равно бы он бы вынужден был бы держаться внутри своего демократического направления или республиканского именно этого концепта. С моей личной точки зрения. Понимаете? И я думаю, что в зависимости от исхода американский выбор будет зависеть очень многое, не только внутри США, но и за его пределами, в связи с войной в Восточной Европе, в Украине, в связи с развитием западного мира, как лидера мировой истории, да, так сказать, ареала, который ведет за собой человечество. Ведь вот важно подчеркнуть, вы поймите, Запад после Второй мировой войны взял на себя это лидерство, то есть, ну, и до этого было просто, это были более сложные империалистические миры, потом между двумя войнами был турбулентный процесс исторический, там менялось много колонии и так далее. Но Запад после Второй мировой войны взял на себя это лидерство на противостояние с большевистской идеологией, коммунистической идеологией, которую створял мир восток, прежде всего Москва, Советский Союз и ее союзники. Западный мир победил, Советский Союз исчез, коммунистический блок исчез, Восточный блок исчез просто, ну, как он распался, развалился, Советский Союз развалился на 15 независимых государств. А Запад утратил свою мобильность. И он существовал, и лидерствовал. Когда на планете было там 4 миллиарда людей, 4,5 миллиарда людей, и этот золотой миллиард составлял 1,4 25%, ну, может, 20%. А сейчас на Земле уже 8 почти миллиардов. Ну, я боюсь соврать цифру, она каждый день меняется. Люди плодятся, как кошки, понимаете, как кролики, потом, значит, плодятся. И теперь очень сложно поддерживать этому золотому миллиарду, который в существе своем количестве не изменился, контролирует за собой огромную агломерацию, огромные ареалы, цивилизационные ареалы в Индии, в Китае, в других местах. Ну, невозможно. Запад не может оставаться для них маяком, на который они ориентируются, они создают собственные ценности, возникают новые союзы и так далее. Западный мир стал слишком конкурентен другим цивилизационным средам, понимаете. То есть, появились брошенные вызовы, вот возникли эти вызовы Западу и его лидерству из стороны Китая, из стороны стран Востока, частично, но меньше, что исламский мир там и так далее. То есть, они как-то объединяются, ну, вот этот глобальный юг и подобное. Так что Западу все тяжелее сохранять свое лидерство. И в этом смысле американские выборы дадут, частично, не до конца, но ответ на вопрос, как собирается западный мир и США, в частности, продолжать сохранять это дадут. И в данном случае кандидаты уже, честно говоря, вопрос второстепенный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok